Дорогие друзья, я буду петь сегодня в перемешку и свое, и чужое. Ну и поскольку у нас такая маленькая камерная компания, я с удовольствием, по мере своих возможностей, буду что-то петь из бардовской классики по вашим просьбам, что бы вы хотели услышать. Из старого, к сожалению, очень часто забытого. Я сижу в жюри на десятках фестивалей, и очень много авторов, к сожалению, очень мало исполнителей, а если появляются исполнители, то они поют своих современников. А классика, ну я понимаю, что все можно вытащить из интернета, но когда все-таки такое живое общение, можно подпеть, это будет веселее. А начать я хочу вот с чего. Это самая первая песня Булата Шалыча Куджавы, которая появилась в эфире. Я руковожу клубами авторской песни в двух подмосковных городах, и мы делали концерт по Булату Куджаве. И старшему поколению, конечно, она будет очень хорошо памятно и известна. Самая первая песня. Хотя музыка не его, музыка Шварца, и не того известного Шварца, который впоследствии писал на стихе Куджавы песни для фильмов, а совсем другого неизвестного Шварца, у которого, по-моему, кроме этой песни, замечательно, ничего другого нет. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше, только утро замаячит у ворот. Ты увидишь, ты увидишь, как веселый барабанщик в руки палочки кленовые берет. Будет полдень хлопотливый и звенящий, звон трамваев и людской водоворот. Но прислушайся, услышишь, как веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет. Но вглядись, и ты увидишь, как веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет. Будет вечер и кудесник, и обманщик, темнота на мостовое упадет. Но вглядись, и ты увидишь, как веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет. Но вглядись, и ты увидишь, как веселый барабанщик С барабаном вдоль по улице идет Грохот палочек, то ближе он, то дальше Сквозь сумятицы полночь и туман Неужели ты не слышишь, как веселый барабанщик Вдоль по улице проносит барабан? Очень жаль, что ты не слышишь, как веселый барабанщик Вдоль по улице проносит барабан Сереж, можно гитарку чуть погромче, чтобы я не дергал сильно? Да, значит, у меня что-то с ушами Я думаю, страны СНГ это единственное в мире образование Где есть такое понятие, как Старый Новый Год Я с удовольствием поздравляю вас с прошедшим Новым Годом С прошедшим Рождеством поздравлю чуть позже А вот Старый Новый Год, объяснить иностранцу, что это такое, невозможно Хотя получается у нас очень интересно, что такое вообще, в принципе, Новый Год Новый Год это обрезание Иисуса Христа А у нас получается так, что сначала идет обрезание, а потом Рождество Христово По старому стилю все было нормально и грамотно По-новому вот такие удивительные вещи Но мы все с нетерпением ждем этого праздника Успев отойти от Нового Нового Года И местами даже протрезветь Все равно хочется какой-то добавки Узенькая улочка По узенькой улочке проходит маленький оркестрик Рядом идет маленький мальчик Смотрит на этот оркестрик и внезапно осознает Что вместе с этим оркестриком от него уходит детство И все равно мы дети, нам так страшно На елку опоздать из-за метели Из-за трамвая Или гололеда На этот праздник детский опоздать Мы женимся, разводимся, простите Но все равно мы дети Мы на елку И мы летим за этой призрачной добавкой Добавьте нам хоть старый Новый Год Он старый-старый Он совсем уже не новый На нем уже пылали эти свечи На них уже блестели эти слезы Однажды утром гости разошлись Но все равно мы дети Но все равно мы дети Мы на елку И мы летим за этой призрачной добавкой За невозвратным и неповторимым Добавьте нам хоть старый Новый Год Он старый-старый Он совсем уже не новый На нем уже звенели эти струны На нем уже пылали эти свечи Однажды утром только пепел золотой Но мы готовы умереть за этот пепел За этот праздник нашей нежности и грусти За эту самую желанную добавку Добавьте нам хоть старый Новый Год Он старый-старый Он совсем уже не новый На нем уже звучали эти тосты На нем уже слыхали эти клятвы Однажды утром этот воск окаменел Но все равно мы дети Мы на елку И мы летим за этой призрачной добавкой За невозвратным и неповторимым Добавьте нам хоть старый Новый Год Вот можно этого не делать Потому что это уже Ну вот как-то Когда мало народу и аплодисменты Ну если кому-то не в Моготу То ради Бога Ну ладно, теперь перейдем к Новому Году В Новый Год По вашим квартирам По некоторым Ходят очень странные люди В длинных красных халатах С белыми бородами и волосами Очень часто они нетрезвые И за ваши же деньги Поздравляют вас и ваших детей С Новым Годом Все, наверное, через это проходили Это как девочка Ей четыре года Первый раз В четыре года уже первый Такой осознанный Новый Год Ее рассказали про Деда Мороза Она верит, она знает, она готовилась Она выучила стежок, выучила песенку Сестричка ей накрутила красивый бант Родители купили новые туфельки Она сидит в нетерпении за столом Ждет вдруг звонок в дверь Она бросается, задевает скатерть со стола Все летит, туфелька рвется Бант рвется Она в синяке, вся в повидле В новогодних салатах Открывает дверь, стоит Дед Мороз вот такой Дедушка, я все выучил Я так к тебе спешил И в слезах он так Ну ядрить твою налево Так вот представьте себе Что перед вами такой вот Дед Мороз Ах, какой огромный дом Это мой участок Я вреду к нему смешком Дед Мороз несчастный У меня есть красный нос Борода лопатой Что я, дети? Дед Мороз Проект Нанятый за плату А где-то дом жинка ждет Плачут дома детки Как хотел я Новый год Вместе с ними встретить Но не так решил местком И это трясогуска И вот теперь бреду с мешком У меня нагрузка Вот квартира номер раз Здравствуйте, детишки Дед Мороз пришел до вас Распишитесь в книжке Получайте вам ягук Для своей девчушки нет Вот собачку не могу Вот, могу две пушки Ой, что-то мне в карман суют Сто рублей, ну что вы Водки не, ребят, не пеют А не терплю спиртного Ну почему, как неродной Все мы просто люди Ну, давайте по одной Ну, за праздник будем Вот квартира номер два И звонок без метки Дед Мороз явился к вам Где же ваши детки Что такое нет детей Ну, как вы, я-то право Ну, распишитесь поскорей Да не здесь он, блин, а справа Что-то мне в карман суют Сто рублей давайте Водки не, ребят А вообще-то хрен с ним Наливайте Вот квартира номер три Как бы не свалиться Открывайте, говорю Дед Морозу стучится Ну-ка, гнать сюда детей Вот, держи подметку И гни пятьсот рублей И наливайте водку Дайте чем-нибудь заесть Только побыстрее И за стол пустите сесть Ой, блин, кругом евреи Вот квартира номер фир Открывайте живо Я ж, ребята, мой до дыр К вам от коллектива Ну, чё ты прячься, малыш Дайте мне дорогу Стой, папаша, стой, где стоишь Ишь, какой здесь много Переносится, болит И под глазом пухнет Кто я, леший, ай, болит Где сижу на кухне И давай-ка без угроз Ну, помолчи хоть о разе Здравствуй, дедушка народ Дядь, блин, принесите тази Вот такой вот новогодний Дед Мороз Кстати, был случай Я до медицинского института Вернее, я одновременно поступал в медицинский В театральный, поступил в ОБА Но не стал в театральном учиться Думая, что если судьба распорядится То я смогу этим заниматься И ничего не заканчивая Профессию иметь надо И вот мой один человек Знакомый, хороший, достаточно известный артист Был с ним такой случай Он выступал на детских утренниках На елках во время каникул Ну, как большинство артистов Среднего уровня Не ставшего звездами Он очень много пил Ну, у него там был текст такой Седовлас и краснонос Кто я, дети? Ну, и детишки 5-7 класса Кричали, дед Мороз, все правильно Ну, и как-то с большого похмелья Он пришел на елку И перепутал последовательность Красноносый, Седовлас, кто я, дети? И нашелся один ребенок продвинутый Который, да, в рифм громко Сказал, кто он Нет, это здравствуй, дедушка Мороз Борода из вата Ты подарки нам принес? Нет? Ну и кто ты после этого? И такое бывает Ну, ладно, мы будем, наверное, сегодня делать По очереди веселое и грустное Есть в Подмосковье пансионат Калантаева В последнее этого фестиваля Две или три недели назад Был зимний Арбат Там же в Калантаево Где Ленинградский режиссер Типа Капустника Делали Московскую квартиру Он нарезал С интернета Со старых записей Нарезал Голос Булат Шалыча Куджавы И получилось, что Люди, которые в этой квартире С ним общаются Ну и Куджава Сам рассказывал Как были Его первые концерты Домашники И вот сделали на сцене Такой домашник Причем приветствовались песни Булата Куджавы Исполняемые Не в подражании ему А его песни Вот видением Исполнителей И я там пел Вот такую песенку Сумерки природы Флейп и голос нервный Поздние катания На передней лошади Едет император В голубом кафтане Белая кобыла С карими глазами Щелкай вороною А лыбопом кафтану Крылья за спиною Крылья за спиною Как перед войною В след за императором Едут генералы Генералы-свиты Крылья за спиною 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 Специальное полотно. Ну, я уже говорил, что буду перемежать. Возникли какие-нибудь просьбы, пожелания, предложения? Чего поем? А? Хорошие? Вы, говорит, какие песни мне петь? Свои или хорошие? Понятно. Ну, давайте хорошие. Раз такая пошла ретруха, то... Пробуем вспомнить вот что. Этой песне в этом году 50 лет. Она входила и входит в учебники литературы в России, по крайней мере. Это песня стихи Сергея Крылова о музыке Сергея Никитина. Самая первая песня Сергея Никитина. Песенка. Нет, это не первая песня. Не первая. Песня о трубаче. Песня о трубаче. Мы приятельствуем с Сережей Крыловым. В этом году, 4 июня, ему было 70 лет. Он очень бодренький. И да, мы вместе были в жюри в Рязани или в Калуге, я уже не помню. И там мы вместе как раз и эпим. Сейчас я попробую. Там мы что-то перестраивали, поскольку он играет на семиструнке. А я семиструнку уже забыл. Все помнят? Подпевайте. Кругом война, а этот маленький, над ним смеялись все врачи. Куда такой годится маленький? Ну разве только в трубачи? А что ему все ни почем, но трубачом, так трубачом. Как хорошо, не надо клавиться, свистят все пули над тобой. Везде пройдет, но не расстанется своей начищенной трубой. А почему? Да потому, что так положено ему. Но как-то раз в дожди осенние, в чужой степи, в чужом краю, Полк оказался в окружении, и командир погиб в бою. Ну как же быть? Ну как же быть? Ну что ж, трубач, тебе трубить? И встал трубач в дыму и пламени, Губам трубу свою прижал. И за трубой весь полк израненный Запел интернационал. И полк пошел за трубачом, Обыкновенным трубачом. Солдат, солдат, нам не положено, Теперь уж что ли, плачь, не плачь. В чужой земле, в траве некошенной, Остался маленький трубач. А он, ведь он, все дело в чем, Был настоящим трубачом. А он, ведь он, все дело в чем, Был настоящим трубачом. О, вот, задело, хорошее. Ну хорошо, тогда я никогда не составляю Список концертов, программу. Я советуюсь с людьми в зале, Кто чего хочет, И пытаюсь вас почувствовать. Раз уж такая ретро пошла, Есть еще одна песенка о трубаче. Но уже о нехорошем трубаче. Написал ее тоже классик. Может быть, мне кто-нибудь подскажет потом, Кто это такой. Я пока не буду называть его имени, Но его должны знать, Потому что его песни пела Бугачева, Его песни пела Киркоров. А я был, наверное, последний из бардов, Кто его видел, Потому что мы тоже были вместе в жюри На международном фестивале. Он был председателем жюри, Я его заместителем. У меня была только одна задача, Посмотреть, чтобы он не надрался. Потому что водку он лил во все. Пил ее живьем, Лил ее в чай, в кофе, Даже, по-моему, в молоко тоже. Не потому, что он алкоголик, Но вот такой веселый, хороший человек. И через три дня Его на пешеходном переходе сбила машина. Ему было 72, И две дочери 6 и 8 лет. Тешка, да. Борис Савельевич Вахнюк. Я знаю, мы когда с ним... У меня, мне повезло, Мои друзья, они старше меня, В одном смысле повезло, А в другом смысле я уже замучился Ходить по больницам и по похоронам. Я говорю, Боря, Как ты меня в 80-х годах На Грушинском фестивале зарубил? Он говорит, а ты помнишь, Какую ты фигню пел? Я говорю, я не помню. Я тоже не помню. Песенка о нехорошем трубаче Борис Савельевич Вахнюк. Нам были тропы нипочем. Мы шли на страх врагам. Он был в отряде трубачом. Он сам просился к нам. Он не был честен, не был смел. И лгал друзьям не раз. Но на трубе играть умел, Как ни один из нас. Мы шли под пули ставить лобы. Мы шли сквозь пыли зной. Лишь только медь его трубы Звенела за спиной. Он с нами шел и пел про то, Как кровь горит в рассе. И не любил его никто. И все ж любили все. А после бой у костра, Где слезы, кровь и стон, Он говорил, но как игра. И улыбался он. Он не был честен, не был смел. И лгал друзьям не раз. Но на трубе играть умел, Как ни один из нас. Вот, молодежь, наверное, не слышала этих песенок? Нет? Ну, хорошие же песенки про наших комиссаров. Раз уж мы заговорили о Борисах, Вот вам еще один Борис, С которым ему уже тоже хорошо за 70. И тоже такая интересная история. Когда ему было 70, Он развелся с женой, А дочке было 8. Я говорю, Боря, Ты будешь платить до 80 алименты? Он говорит, да. Я был у юриста с пенсии берут. Это бывший студент Питерского университета, Впоследствии профессор того же университета, Автор одной песни. Вернее, у него много песен. Но известной стала, Наиболее известной стала только одна песня. Ее пел ансамбль Сергея Никитина. Да. Боря Полоскин. Ансамбль Сергея Никитина. Еще до того, как... Ну, здесь такие, ну, такие. Прямо как Господь по сердцу. Борис Полоскин. Когда то же самое, Мы были в жюри, Я в жюри был самый молодой. Жюри было очень представительное. В жюри были Валентин Вихарев, Юрий Кукин, Юрий Кукин, Борис Полоскин. Светлой памяти Прабабушка. Авторские песни Аня Яшунская. Вот. И я был самый молодой В этом жюри. Да. А вот песня Бориса Полоскина. Интересная история. В 70-е, Ну, при советской власти, Прежде чем выйти на сцену, У нас у каждого должна была быть Папочка. А в папочке листочки. А на листочках тексты песен, Которые мы собирались петь. И на каждом листе Должен был стоять штамп. Разрешено к исполнению. Это называлось Литовать программу. И не дай бог Спеть чего-нибудь, Чего у тебя нет в папочке. Или что не залитовано. И от сцены отлучают сразу. И неприятности большие. А литовали далеко не все. Песню, которую я сейчас спою, Не литовали очень долго. Потому что песня грустная. А советскому человеку грустить не пристало. Эх, хорошо в стране советских жить. А потом какому-то умному человеку Пришло в голову мысль Сказать, что это перевод с французского. Ну, они там загнивают. У них это возможно. Песню залитовали. И ансамбль Никитина ее пел. А сейчас, по-моему, только Я с моим другом и напарником Борисом Рощиным. Есть такой дуэт двоеборья. Я с компьютером не умею. Абсолютно я полностью в этом профан. Но вот говорят, где-то в интернете Ходит про нас что-то Дуэт двоеборья. А песня была такая. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю Нужных слов я найти не могу Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю Досады в уголах твоих губ Но я люблю, я люблю, я люблю, я люблю Руки сильные, брови в разлет Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю Молод, но это пройдет Проходит жизнь, проходит жизнь Как ветерок по полю ржи Проходит яй, проходит сон Любовь проходит, проходит все Любовь пройдет, мелькнет мечта Как белый парус вдалеке Лишь пустота, лишь пустота В твоем зажато кулаке Но я люблю, я люблю, я люблю, я люблю Я люблю, я люблю, я люблю и красивее, и умнее Но я люблю, я люблю, я люблю Вот сейчас, вот сейчас ты уйдешь Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю Он действительно очень хорош Проходит жизнь, проходит жизнь Как ветерок по полю ржи Проходит ящ, проходит сон Любовь проходит, проходит все Любовь пройдет, мелькнет мечта Как белый парус вдалеке Лишь пустота, лишь пустота В твоем зажатой кулаке Но я люблю, я люблю, я люблю, я люблю Не проходит любовь у меня Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю Твои пальцы браслет теребят Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю Твои пальцы играют в мотив Не люблю, не люблю, не люблю, но не люблю Ждут, надо идти Проходит жизнь, проходит жизнь Как ветерок по полю ржи Проходит ящ, проходит сон Любовь проходит, проходит всё Любовь пройдёт, мелькнёт мечта Как белый парус вдалеке Лишь пустота, лишь пустота В твоём зажата кулаке И жизнь прошла, и жизнь прошла И ничего нет впереди Лишь пустота, лишь пустота Не уходи, не уходи, не уходи Ла-да-да-да-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ну, я обязательно вернусь к классике Ну, вот песни на чужие стихи я тоже пишу иногда, хотя боюсь физические расправы, чаще пишу на свои. Но вот зато здесь сейчас в зале присутствует автор стихов, на которые я в свое время написал песню. Алена, ты мне поможешь, нет? Сам спою. Хорошо. Это женская песня. Хорошо. Ну, ты хоть привстань, чтоб на тебя посмотрели. Алена Солнечная. Чтоб прогнать печаль разлуки, зажигаю две свечи. И садятся мне на руки птицы дивные в ночи. Угощайтесь, мысли птицы приготовлены давно. У меня для вас, сестрицы, сокровенное зерно. У меня для вас, сестрицы, сокровенное зерно. Птицы в белом оперении, грациозны и нежны, Принесли букет сиреней с ароматами весны. Как ждала вас, сестрицы, как ждала вас мысли птицы, цвета радости моей. Где ж гостили вы, сестрицы, столько долгих зимних дней? Где ж гостили вы, сестрицы, столько долгих зимних дней? Я на голову примерю мысли радостных винов. И в себя опять поверив, выпью лёгкость и вино. Две свечи волшебным светом отражаются в глазах. И тепло мне, словно летом, в окружении этих птах. И тепло мне, словно летом, в окружении этих птах. На один куплет я обокрал, я волновался в присутствии автора стихов. А что это было, напомню, начало какой куплета сейчас? Аленушка, прости. Но у меня был случай, я на Красной площади обокрал на один куплет из своей военной песни 9 мая. 9 мая, несколько лет я выступал на Красной площади, один или с оркестром, и пел свою песню 9 мая. До тех пор, пока был концерт в Белом доме правительства. И после концерта, к 8 марта концерт. И банкет после концерта. Это было ещё во времена первого пришествия Путина. И банкет встаёт представитель правкома правительства. Такая женщина чуть за 50. 8 марта. Я предлагаю первый тост за гениальное послание Путина к правительству. Народ встаёт, я сижу и говорю, папа, вашу мать. И получилось громко, я не ожидал, что так громко получится. Кто-то за голосом, кто-то мне показывает, вот, я думаю, сейчас выведут к чёртовой матери. Нет, не вывели, сделали вид, что не заметили, но потом подошли и сказали, что Борис Михайлович, вы мало того, что взрослый, вы не молодой человек, надо соображать, где что говорить. И с концертами на Красной площади вы можете распрощаться. Ну, конечно, обидно, потому что за одну песню 9 мая получал хороший гонорар, потом пару месяцев на это дело жил. Но удовольствие дороже. Ну, раз уж я сказал такую вещь, я сейчас вот чего. Я исполню две своих песенки. Музыка чужая. Я очень люблю заниматься переделками. Лучше испортить какую-нибудь уже готовую песню, чем мучиться свою писать. Это меня достали наши выборы в России полностью. Это написано давно, это ещё при Ельцине. Но очень перекликается. Все, естественно, слышали песню «Диалог у новогодней ёлки». Вот, а это диалог у избирательной гурны. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Что происходит в России? Просто бардак. Просто бардак, полагает я, вы, полагаю. Вот уж который премьер полномочия слагает. Не успокоится это болото никак. Что же за этим последует, маленький пуч? Маленький пуч, вы уверены? Да, я уверен. Гена Зюганов расстрельные списки проверил. Всё ему снится, союз нерушен и могуч. Что же за всем этим будет? А полный, полный, вы считаете? Да, я считаю. Я ведь давно нашу жёлтую прессу читаю. Где демократии нашей приходит конец. Нас ожидает квартирка с решёткой внутри. В дворике тесном прогулке по кругу, по кругу. Взяли товарищи за спину быстренько руки. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ну, на весёлой ноте сейчас я закончу первое отделение. Эта песенка, это есть у меня на диске песня. А это написано совсем недавно. Все выходили в детский сад. Большая часть из вас занималась каким-нибудь музыкальным инструментом. Проклиная родителей испорченное детство. Поэтому музыкальную основу песенки вы узнаете. Песенка для детского сада, выборная песенка для детского сада, для детей средней и старшей группы. Эпиграф такой. Я на диване в этот день лежу, и партий никаких не выбираю. На выборы давно уж не хожу. В сортах говна я плохо разбираюсь. Мишка с куклой рядом топали, рядом топали. Посмотри, кукола Мишке громко хлопала, громко хлопала. Раз, два, три. Мишка наш непрост, он единоросс, символ партии наш медведь. Кукола это мы, руки и умы, Мишкин исполняет завет. Слышен лозунг, все на выборы, Кто приходит, тот молодец. Коль ядоросов мы не выберем, Всей России большой сюрприз. И в компьютере, и по телеку Вовка с Димкою в эти дни. Я боюсь открыть холодильник, Может быть, даже там они. Обещания градом сыпятся, Будем жить мы, как в раю. Может быть, и не стоит рыпаться, Может, песенку зря пою. Слышен лозунг, все на выборы, Голосуй, не голосуй. И кого бы мы ни выбрали, Все равно получим рай. Вовка с Димкой сейчас не делятся, Им, наверное, не до нас. Вовка с Димкой честно делятся, Нефть до Вовочки, Димке газ. Димке весело, Вовке весело, Мы же вертим все головой. Ой, как весело, ой, как весело, Ой, как весело, ой, 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 ой. И на этой веселой ноте Первое отделение мы закончим. Перерыв минут на десять, наверное, у нас, да? Перерыв минут на десять, наверное, у нас.